Добрый вечер! Время новостей на нашем канале в студии Ирина Коробко. Баскетбольный турнир Евробаскет обещали сделать главным спортивным событием Одессы. И хотя сейчас территория будущей арены больше напоминает военный полигон, чиновники заявляют, что к 2015 году пустующая промзона Суворовского района превратится в спортивный оазис. Баскетбольный турнир Евробаскет обещали сделать главным спортивным событием Одессы. И хотя сейчас территория будущей арены больше напоминает военный полигон, чиновники заявляют, что к 2015 году пустующая промзона Суворовского района превратится в спортивный оазис. Сейчас мы не видим никаких преград для начала подготовительных работ и строительства объекта. Из промышленной зоны мы получили новое развитие территории города под гражданские объекты и строительство спортивной арены. На пути к поставленной цели городскую власть то и дело подстерегают все новые проблемы. Первым камнем в огород организаторов стал скандал с якобы украденным проектом строительства. Ранее план баскетбольной арены использовался для возведения стадиона в городе Шауляев. В 2011 году правительство Литвы выразило желание через суд отобрать у Одессы проект спорткомплекса, посчитав, что такая ситуация наносит ущерб государству и напрямую противоречит Конституции. Однако позже инвесторы Евробаскета опровергли это сообщение, заявив, что идею арены они купили у литовцев за 385 тысяч долларов. В результате грандиозный проект на законных основаниях решили воплотить в жизнь. Вот только внешний вид предполагаемого стадиона не впечатлил ни архитекторов, ни горсовет. Вот эта показуха, она не соответствует виду. И еще раз повторюсь, нам на отработку деталей просто физически не хватило времени. Это однозначно проект, который еще будет дорабатываться с точки зрения благоустройства. Следующий промах горсовета тоже не заставил себя долго ждать. По скандальному проекту все-таки началось строительство. Ветхие здания снесли, тонны массивной техники пригнали, площадку выровняли. Вот на этом все и закончилось. Возведение арены приостановили. Представители строительной фирмы сообщили, что насчет компании еще не поступили деньги от заказчика. Вместе с тем в Суворовском районе начали полным ходом создавать другие здания для Евробаскета. В частности, на территории обещанного ранее парка. Территорию предполагаемого парка огородили деревянными столбиками. В зону строительства попали даже саженцы, которые в будущем должны были бы стать первыми деревьями нового сквера. Но теперь на их месте вырастет очередная железобетонная конструкция. В 2012 году в марте месяце Геннадий Труханов приезжал сюда, смотрел, слушал пожелания людей и обещал, что поможет создать новый парк. И все это запечатлили, есть все его слова. И сейчас мы видим опять стройка здесь. Создается впечатление, что приставка «Евро» заведомо несчастливая как для Одессы, так и для Украины в целом. Евромитинги взбудоражили страну, а грандиозный баскетбольный турнир, похоже, так и останется купленным втридорога проектом на бумаге и бесформенным котлованом в реальности. На благоустройство прилегающей территории и развитие инфраструктуры государство планирует выделить сотни миллионов гривен. Но и этого может быть недостаточно. Губернатор Одесской области Николай Скорик уже заявил о проблемах с подготовкой к Еврочемпионату. Сооружение новой современной арены не вписывается в заявленный график. По этой причине турнир готовятся провести в старом помещении Дворца спорта. Вот только заявленное здание уже давно нуждается в реставрации. А это еще 100 миллионов гривен. Тем не менее, городские власти не теряют надежды получить необходимые средства. Частный инвестор ждет государственное кредитование по этому вопросу. В связи с этим несколько задержал строительство основной арены. По моей информации, так что у нас есть, по крайней мере, ожидается разблокирование этого вопроса в начале 14-го года. Невзирая на явные проблемы, Оргкомитет Евробаскета 2015 подписал и передал властям, принимающим городом, договоры о проведении турнира. Однако подписание такого договора еще не гарантирует, что турнир в городе состоится. Одно из главных предпосылок его проведения является наличие арены, которая отвечает всем требованиям ФИБО Европы. А с этим одесские чиновники, несмотря на колоссальные затраты, справиться до сих пор не могут. Дмитрий Долматов, Новая Одесса. Смертельно опасное развлечение. Практически 100% аттракционов в одесских лунопарках приехали из-за границы. Украинскую границу они пересекают в виде металлолома, а разрешение на эксплуатацию предприниматели получают уже после начала деятельности. Ничего удивительного, что ЧП на аттракционах – явление нередкое. Дарья Степаненко разбиралась в подробностях. В августе 2013-го прогулка на аттракционе «Вокруг света» в аргентинском городе Росарио закончилась смертью двух девочек 12 и 14 лет. Тогда одна кабинка в результате поврежденных креплений сорвалась с оси аттракциона и упала на землю с 30-ти метровой высоты. В ту субботу парк был переполнен. Профсоюзы города проводили детский праздник. 99% Именно столько аттракционов, побывавших в пользовании за рубежом, сейчас располагаются в одесских парках развлечений. Их владельцы не только не скрывают факт покупки каруселей секонд-хенд, но и рекомендуют, у кого покупать лучше. Скажем так, голландцы на первом месте, немцы на втором, итальянцы на третьем месте. У некоторых такое новое не выезжает. С апреля по ноябрь горячий период для организации «Госгорпромнадзор», больше известной в народе как охрана труда. Именно от заключения инспектора этой организации зависит получение разрешения на эксплуатацию аттракционов с повышенной степенью опасности. А контролировать есть что. Иногда предприниматели то ли не видят техпаспорт аттракциона, то ли просто не могут назвать срок, в течение которого он способен работать по назначению. Нет, это даже не картошка. Тут нет срока годности. Тут есть износостойкость, скажем так. Аттракцион, попавший к нам из-за границы, должен пройти диагностику и техническое освидетельствование. Для этого предприниматели приглашают ряд экспертов. В соответствии документации реальному состоянию оборудования на их совести. Посетители, опасающиеся за свою безопасность, должны сами требовать документацию на аттракцион. У нас везде прописано в законодательстве, что субъект несет первую ответственность за данный вопрос. В украинском законодательстве множество лазеек, благодаря которым аттракционы пересекают границу даже в виде металлолома. Госгорпромнадзор в этом случае просто умывает руки. Мне трудно сказать, откуда они попадают. Мы не правы контролировать этот процесс. В Одесской области насчитывается около 20 субъектов хозяйственной деятельности, занимающихся аттракционами. Другое дело, что аттракцион попадает в поле зрения ГСЧС, Госгорпромнадзора и прокуратуры только после того, как его вводят в эксплуатацию. Мы уже ведем надзор за теми аттракционами, которые мы выявляем в ходе нашей деятельности. Кстати, уровень опасности аттракционов в Одесской области контролирует всего один инспектор. Госгорпромнадзор постоянно сокращают. Согласно закону Украины про основные засады, державного нагляда, инспектор должен их запланировать на текущий месяц, предупредить субъекта в течение 10 дней до проверки. То есть, вы понимаете, много таких моментов, которые при проверке инспектор уже может не выявить и не обнаружить. В течение последнего курортного сезона в Одесской области было выявлено 235 нарушений законодательства, запрещена эксплуатация 30 единиц аттракционной техники и демонтирован один аттракцион. Несмотря на это, несчастных случаев избежать не удалось. Кроме Одессы, люди пострадали в лунопарках Евпатории и Ялты. Практика показывает, что абсолютно безопасных аттракционов не бывает. Даже популярные надувные аттракционы в Европе, Америке и России только в течение этого сезона унесли 9 детских жизней. Дарья Степаненко, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Мобильные технологии против близорукости. В Одессе презентовали приложение для смартфонов, которое поможет выявлять нарушение зрения у детей и взрослых. В разработке программы участвовали и офтальмологи, специалисты Одесского института имени Филатова. Создатели приложения намерены реализовывать и другие наработки одесских ученых. Подробности выясняла Валерия Наумова. В течение длительного времени специалисты-офтальмологи создавали множество приборов, чтобы выяснить, есть ли у пациента проблемы со зрением. Сегодня для этого нужен обычный мобильный телефон, чтобы установить, нужны вам очки или не нужны. В музее Института глазных болезней имени академика Филатова собраны разработки за последние полтора века. Однако, начиная с 2000-х, одесские ученые активно внедряют в лечение и профилактику заболеваний зрения высокие технологии. Приложение Добрый Бачу – совместная разработка одесских офтальмологов и одного из мобильных операторов Украины. Программа включает в себя несколько тестов. Для того, чтобы пройти его, нужно просто нажать соответствующие кнопочки. Здесь нужно поочередно закрывать глазки, один, потом второй. И, соответственно, потом человек смотрит, что получилось в результате. Если его картинка не соответствует ничему из предложенных, значит, с зрением все в порядке. А еще набор упражнений для тренировки глаз, как для взрослых, так и для детей. Сегодня, по словам специалистов, проблемы со зрением у каждого второго ребенка. Виной тому постоянная работа за монитором, компьютерные игры и прочее. Есть целый ряд признаков того, что зрительная система детей утомляется. Зрительная и не только зрительная, еще и нервная. Примерно 40-60% детей со спазмами аккомодации, с близорукостью. Офтальмологи уже разрабатывают и другие компьютерные программы, которые позволяют тренировать подвижность глаза, реакции зрачка и многое другое. И даже используют для профилактики заболеваний современные кинотеатры. Мы некоторым детям даже рекомендуем программы 3D. И даже говорим, пожалуйста, родители, посещайте кино с 3D, для того, чтобы развивать у них телескопическое зрение. Мобильное приложение, которое, к слову, можно установить бесплатно, уже привлекло внимание пользователей. Конечно, использование этой программы не исключает осмотры окулиста, но, возможно, сократит количество походов к врачу. И позволит вовремя обратить внимание на проблемы со зрением. Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса. Их в Украине не более сотни человек. В это сообщество входит и одессит Игорь Юримский. Этих людей объединяет общее увлечение. Они коллекционируют маленькие 50-граммовые бутылочки со спиртным. Их хобби имеет официальное название – алка-минималистика. Необычного коллекционера посетила Дарья Сидоровская. Кто спиртное пьет, а кто коллекционирует. Одессит Игорь Юринский собрал более 1600 бутылочек с алкоголем, емкостью не более 50 мл. Таких окун называют алка-минималистами. В начале 90-х за границу очень часто выезжал, и в дюти-фри попадались бутылочки. Интересно было, у нас такого я раньше не видел. Алка-минималистические коллекции для Одессы – большая редкость. Привезенный первый десяток миниатюрных стеклянных красавиц несколько лет хранился в ящиках. До тех пор, пока через интернет Игорь не нашел единомышленников. Вот пять бутылочек у меня, я их тоже на видное место поставил. Потому что они в моей коллекции самые старые. В 1958-го года московский завод «Кристалл». Они еще с ургучом запечатаны и в очень хорошем состоянии мне достались. Испарения практически отсутствуют. Для своего коллекционного мини-бара Игорь собственноручно создал полочки с автоматическими стеклянными дверцами, на которых не встретишь двух одинаковых мини-бутылочек. Планирует сконструировать шкаф во всю стену, чтобы показать собрание во всей красе. Вот целая линейка водки «Абсолют». Все разные вкусы. И у меня их сколько тут, 20 видов. И еще где-то штук 5 видов не хватает. Самыми ценными экземплярами Игорь считает водку и коньяк, выпущенный на одесском заводе «Шустав». Лимитированная партия создана в качестве рекламной компании. Среди экспонатов есть английская водка с китайским скорпионом, мексиканская с червяком, польская с рюмочкой, крепкие алкогольные напитки с сахарными рощами, армянский коньяк с плавающими золотыми хлопьями, бутылка канадской водки в форме хрустального черепа, черная водка и еще множество интереснейших миниатюр. Бывает, что доставка иногда даже на некоторые бутылочки выходит в стоимость бутылки, а то и дороже. Последнее приобретение – уникальный коньяк «Золотой Баку». Тем не менее, одесский алкоминималист в основном собирает водочную продукцию. Известные марки этого напитка, как выпущенные в годы Советского Союза, так и современные, украшают его собрания. Зубровка, столичная, лимонная, казенка. Гордость коллекции – бутылочки русской водки, столичная «Кристалл» и «Охотничья». За малютку «Охотничью», произведенную в 70-х годах, Игорю предлагают 200 долларов, но коллекционер отказывается. Говорит, что уникальный экземпляр выменял за 15 бутылок иностранных водок. Дарья Сидоровская, Дарья Шендорович, Новая Одесса. И в этом выпуске вас ждет еще прогноз синоптиков, а еще больше интересных событий в 21 час на нашем канале. Увидимся! Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Ночью 2,4, днем 3,6 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича – Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55.